Друзья, привет! Мы продолжаем брать интервью на Warface Open Cup весна. Сейчас пообщаемся с игроком команды Sloper. Все могут подумать, что это новый коллектив, но на самом деле это старый завуалированный. Представься и расскажи, почему такое название команды, чтобы люди поняли, что вы не новички. Меня зовут Вадим, игровой ник Джувентус. Название такое, потому что у нас есть клантек в игре Warface, называется Repos. Поэтому мы назвали себя по-другому, то есть Sloper. И подумали, решили сделать Sloper обозначение как утка. Вы уже закончили выступление на турнире. У вас в этом составе, который приехал, много новеньких было, которые ни разу в Лане не участвовали? Ну да, турнир для нас уже закончился. Да, три человека было у нас, новеньких я и два игрока, два штурмовика. То есть это первый Лан для нас. Это как-то сыграло свою роль, то, что вы новенькие? Или же все-таки в другом была причина сегодняшнего неудачного выступления? Ну, скорее всего, то, что первый раз мы выступаем, это скорее всего из-за этого у нас получилось такое хорошее выступление. Да, не хватило немного опыта, таких вот ситуаций и решений. Ну, в общем, из-за опыта проиграли. Но, тем не менее, вы, наверное, долго общались онлайн, а встретились впервые на Лане. Вот, с одной стороны, да, проигрыш в первом туре, и с другой стороны, встреча, общение и так далее. Как будет эта встреча, поездка больше со знаком плюс или со знаком минус для вас? Ну, конечно, со знаком плюс, потому что много знакомств, много людей, в том числе, как наша команда, познакомились друг с другом, пообщались поближе. Да, и хотим дальше общаться, продолжать общение, все дела. Дальше попадать на Ланы, да? Ну, да, мы хотим оставить свой коллектив, ничего не менять и выступить на Лане в следующий раз, точнее, попасть на Лан. Вот, как ты думаешь, в чем секрет успешных выступлений на Ланах? Это стабильность команды или это индивидуальная, но стабильность, чтобы они не меняли состав, играли одним составом долгое время, или же все-таки индивидуальный скилл у игроков, какой-то наиболее скиллованных игроков брать, или, может быть, тренировки длительные накануне Лана? Вообще, главным успехом является понимание тиммейтов и тренировки, индивидуальные и также командные. То есть, надо тренировать свой личный скилл, допустим, на простых играх, там, стрельбу и т.д. и т.п. Или же тренироваться с командой, отрабатывать тимплей, готовиться к выступлению. Потому что, как бы, игра Warface, это она тимплейная, то есть, надо выступать командой. Поэтому надо готовить как тимплей, так и личный скилл, ну и просто уделять немного тренировкам времени. Ну, так как ты у нас новенький на Лане, мы ни разу не общались, тебя еще мало знают, вот расскажи, давай подробнее про себя. Ты учишься, работаешь, чем занимаешься помимо Warface? Как давно в Warface играешь? Ну, я учусь, я учусь в 10-м классе. Помимо Warface я занимаюсь баскетболом, я спортсмен, даже не знаю больше, что сказать. А как спортсмен стал, ну, пришел в киберспорт? Это же компьютерные игры, на месте сидеть, играть, многие считают это несерьезным, особенно спортсмены. Ну, есть такие спортсмены, которые не считают, ну, считают так, а есть, которые не считают. Я лично не считаю так, потому что это можно все связать, как бы, и баскетбол, и киберспорт, это все, как бы, можно уделить этому внимания и время. Для меня, как бы, спорт и киберспорт это одинаковые вещи почти. А почему, вот что общего у меня? Общего, ну, как бы, так же команды играешь. Ну, в основном тоже, в спорте же тоже команды, вот, команды, тимплей тоже самое. На баскетболе тоже употребляется тимплей. Дисциплина, наверное, тренировки, это все и там, и там, да? Да, да, да. Только там физические нагрузки, а здесь умственные. Ну, не только умственные, так же еще, как бы, да, реакции, там, руки, да, работают. Ну, и в спорте так же, голова тоже, ну, почти одинаково все работает. Для саморазвития, так можно сказать. А у тебя, получается, 10 класс, довольно сложное время, особенно то, что будет следующий класс, 11, да? Как родители относятся к тому, что ты вот с головой ударился в гейминг, и сейчас, как бы, тебе нужно учиться и учиться, а ты вместо этого ездишь, играешь? Тем более, у вас там экзамены только еще идут, по-моему, в школе сейчас. Ну, насчет экзаменов я уже все сдал для перехода в 11 класс. Что касается родителей, родители, да, первое время были против, потому что, ну, не видели перспективы никакой. Дальше у меня, когда мама смотрела мою трансляцию, последнюю, вот, когда мы выступали в стыковых матчах, она просто, ну, была, как бы, гордилась мной, то, что я добился своего, и получилось выйти на ЛАН. То есть она поверила в меня, я сделал все возможное и вышел на ЛАН с своими ребятами. Чтобы родители начали поддерживать, нужно хотя бы какой-то результат, рвение, стремление показать, да, а потом оно все приложится. Даже недоверие это перерастет в поддержку. Да нет, мне кажется, любой родитель будет поддерживать своего сына в любом, ну, в любых начинаниях и в любых его действиях. У меня родители также, в принципе, поддерживают меня во всем. Но Warface был, как бы, немножко не особо поддерживаемый и не особо уделяемый вниманием. Понятно. А как ты, ты уже думал, кем ты дальше станешь? Ты пойдешь по спортивной дорожке или будешь учиться, там, я не знаю, на юриста или куда-то еще? Ну, по спортивной дорожке вряд ли, потому что спорт надолго не задерживается. А лучше я буду учиться, да, я хотел учиться дальше, продолжить. Конечно, выступать буду иногда на Warface. Но в основном учиться, да, хотел уделить внимание, там, поступить, начать работать и т.д. А какая специальность? Выбрал уже что-то? Я хотел на экономиста пойти. Ну, сейчас распространенная такая профессия экономиста. Вот, специальность. Потому что тебе математика нравится или по другой какой-то причине? Математика, и математика мне нравится, и мне, ну, я умею общаться с людьми хорошо, и, как бы, мне нравится управление. Да, 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 это самое. Очень хорошо. Значит, знаешь, что хочешь. Отлично. Ну, вот твой первый лан, как ты считаешь, он даст тебе дополнительную мотивацию, чтобы играть больше, лучше и в следующий раз сюда обязательно попасть? Или это для тебя, в принципе, обычная страница в твоей жизни, проходная, и ты будешь на том же уровне выступать? Да нет, это не проходная страница. Да, я буду дальше выступать, меня это, как бы, поддерживает. Особенно меня поддерживает, когда мне пишут люди, которые за нас болеют и просто смотрят на трансляции. Да, это очень приятно, я этому благодарен. Ну, конечно, буду дальше продолжать выступать. Это очень интересно и увлекательно, а также много эмоций. А любопытный такой момент. Вот ты знал ребят в онлайне, а потом увидел их в реалии и узнал о них что-то новое. Можешь рассказать о каждом, что новое, какое открытие о каждом из своих тиммейтов ты для себя сделал здесь? Ну, на самом деле, мы все очень хорошо общались в виртуальной жизни. Когда я приехал в Москву, я ничего для себя нового не увидел. Как мы общались, так и общались. Возможно, просто внешний вид немного, да. Все казались немного большими. Ну, да, 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 все казались немного больше, кто-то немного меньше, вот. В данном случае я немного меньше, вот. Но, а получилось так, что, ну, приехали, я не особо был удивлен. Просто ребята классные с ними пообщаться, и как в реальной жизни, так и в виртуальной. Смешные и отзывчивые. Хорошо. Ну что, спасибо большое тебе за интервью, было приятно пообщаться. Увидимся на следующих ланах. В заключении от тебя приветы, пожелания, может быть, что-то еще скажешь? Ну, спасибо, во-первых. Во-вторых, я хотел бы передать привет маме, папе. Это обязательно надо было сделать, так как не получилось выйти на белый диван. Не суть. Также передаю привет своим болельщикам. По никнеймам я не смогу всех вспомнить. Также клану Реплс, Коварные, Империя. Спасибо, что болели за нас. Пока.